Приветствую вас, меня зовут Жанна Петросян, благодарю за возможность выступить, поделиться опытом использования искусственного интеллекта в образовании. Сегодня я буду выступать от лица преподавателей и методистов, с которыми мы работаем, и частью которой я являюсь. И хотела бы обсудить применение, опасения и антидоты, собственно, использования искусственного интеллекта в образовании, хотя мы используем его уже, на самом деле, достаточно долгие годы, просто, наверное, никогда не пиарили его так сильно, как это сделал OpenAI. И поделиться опытом использования искусственного интеллекта как в ВУЗе, в котором я преподаю, так и в гильзе методистов, в которой руковожу и в наших учебных центрах. Прежде всего, вот этот вопрос, который сейчас так активно обсуждается, это друг, союзник, соперник или враг, мы прежде всего решили ответить на него, что это, да, наш союзник, а не соперник, ни в коей мере, возможно, от незнания вообще того, что такое искусственный интеллект, но мы все-таки решили воспринимать это как союзник, и вот я здесь разместила скрин этой прекрасной книги, вот на обложке которой, мне кажется, все антидоты зафиксированы, что, собственно, нам делать, чтобы не стать жертвой. Вот, не будь конечной точкой, оставляй рукотворные отпечатки. И, собственно, мы исследовали этому и шли не от антагонизма между нами, искусственным интеллектом, там, естественным и искусственным, а все-таки обращались в сторону синергии и решили, ну, как мы, насколько это можем, преподаватели и методисты, не разрабатывающие нейросети, естественно, использовать те возможности работы с большим объемом данных, с большим объемом информации, которую умеет делать искусственный интеллект, генерировать, распознавать, анализировать, и наши возможности человеческого интеллекта, в общем-то, решили это, так сказать, объединить в таком едином нечто, и в наших преимуществах это использовать, а именно возможности искусственного интеллекта в обработке информации, генерированию контента в разных форматах абсолютно, и то взаимодействие, которое мы можем организовать для наших студентов в виде чат-ботов, нейроучителей для самостоятельной работы, ну, тут можно уже подключать персонализацию, в зависимости от тех запросов, которые мы пишем. Собственно, тот опыт, который сегодня я представляю за небольшое количество времени, это результат работы наших студентов, магистрантов факультета международного отношения и факультета романа германской филологии в рамках тех проектов, которые они ведут, скрам-проектов, то есть здесь прежде всего это обработка большого количества данных, информации для этих проектов, ну, а в обучении преподавателями методистов будущих, преподавателей корп обучения методистов, это, конечно же, генерирование учебного контента, создание нейротренажеров, нейроиллюстраций, собственно, вот об этом сегодня хотелось рассказать и очень быстро показать. Итак, мы пошли, конечно же, от промт-инжиниринга, но в той мере, в которой мы, как преподаватели, можем это сделать, потому что, конечно, мы не являемся промт-инженерами, но пытаемся писать запросы под те задачи, которые у нас возникают. В результате наших практикумов, наших семинаров, которые мы проводим с преподавателями, студентами, ну, и методистами, мы создаем доски миру, которые содержат те запросы, мы их формулируем сами в общении, да, вот в обучении, опять же, делаем такую базу запросов под каждую конкретную задачу, преподаватель может зайти на эту доску или методист, или студент и найти уже готовый запрос и результат этого запроса. Так что, если мы говорим об обработке и извлечении информации, то, конечно же, мы используем Perplexity, ChatGPT и все те сервисы с искусственным интеллектом, которые помогают нашим студентам, занимающимся проектной работой, именно извлекать информацию из тех же PDF-материалов, ну, или из интернета. Соответственно, они могут, ну, условно, говорить с PDF-материалами не только в виде поиска какого-то слова, но именно общаться. И вот инструменты нам эти очень помогают. В какой-то степени мы работаем, ищем фейковые статьи, хотя, естественно, это очень сложно сделать. Используем сервисы, GPT-пытаем, Perplexity, ну, немного нам в этом помогает, чтобы не обрабатывали студенты тот контент, который, ну, заведомо там фейковый. Структурируют они информацию тут же, тут же ищут, и она тут же выдается им в том виде, в котором, собственно, удобно. Это что касается студентов в проектах, что вот если мы говорим про создание контента, опять же, мы идем прежде всего от Perplexity, от ChatGPT, и для нас это, в принципе, исчерпывающая информация. И, конечно, бесконечное количество сервисов, которые у нас обрушилось сейчас с нейросетями, но нам этого вполне достаточно, и мы просто ищем те виды, которые нам необходимы, ищем те запросы, которые нам необходимы, генерируем контент в том виде, в котором нам необходим, от лица тех персонажей и героев, которые необходимы, генерируем игры, идеи, темы, упаковываем сложный контент для детей и для взрослых в интересные кейсы, в какой-то сторителлинг в разном совершенной стиле. Никогда еще преподавание английского языка, скучной грамматики не было таким интересным, как вот с помощью нейросети, которая нам помогает упаковать это в рассказы от разных героев. Прописываем сценарий программы курсов, можно разрабатывать там, конечно, онлайн-курсы, но, естественно, это все очень сыро, и это такой скафолд, который надо еще наращивать там и работать с ним, и работать. Для детей создаем сказки с иллюстрациями, вшивает туда буквально тот контент, ту лексику, которому необходимо, но делаем это, ну, как вы понимаете, за секунды. Соответственно, экономится время для тех человеческих видов деятельности, которые мы можем реализовать синхронно в аудиторию с нашими студентами. Ну, не говоря уже о тех сервисах, которые просто по ссылке на, там, какое-то видео или текст дают нам тут же готовый вариант. То есть мы экономим время колоссально, и для нас, для преподавателей-методистов, это просто большой, очень помощник и колоссальная экономия нашего времени. Нейроучитель — это еще одна тема, потому что при помощи написания соответствующих запросов, уточнения этих запросов, ну, мы работаем с Perplexity в основном, мы можем создать такого нейроучителя, который может быть использован студентами во время самостоятельной работы, то есть он исправляет ошибки, ну, в зависимости от того запроса, который мы пишем, и задает вопросы, и если вопросы-ответы правильные, то, соответственно, вопросы усложняются. Это делают и историки наши, и химики, и физики, и английский язык, и РКИ, и преподаватели психологии. То есть предмет много здесь большая, и мы пишем такие универсальные запросы, которые им помогают, собственно, это реализовывать. Что еще лучше, когда студент приходит домой и общается не с репетитором, даже вот с таким виртуальным учителем. Стимуляторы интервью различных создаем, то есть здесь нам важно, что наш ученик, наш студент взаимодействует с некой сущностью, которая задает ему вопросы, по мере поступления правильных ответов вопросы становятся сложнее, а ошибки комментируются, причем на том языке, на котором мы просим это делать. Вот такие нейротренажеры мы постепенно создаем. Возможно, для разработчиков нейросети это как-то немножко смешное занятие, очень простое, но для преподавателей и методистов это вполне себе, ну, посильно, но не так легко именно учиться писать эти запросы. Мы генерируем видео-аудиоконтент, ну, несколько сервисов здесь я разместила, потому что я знаю, что нас смотрят и преподаватели, и методисты, значит, дали эту конференцию нашей аудитории. Делаем дизайн голоса, так как я преподаю иностранные языки в УЗИ, это актуально. Текст переводим в видео, наши европейские коллеги могут позволить себе больше в этом отношении, в ту прекрасную синтезию, вот, но, тем не менее, мы тоже это делаем, и в секунды считанные из текста генерируем видео, конечно же, дорабатывая. Учитель ваш, может быть, Никола Тесла или Эйнштейн, или прекрасная девушка, то есть студенты любят таких учителей виртуальных, которым рассказывают о каких-то, может быть, не очень захватывающих моментах английской грамматики или истории, но, тем не менее, им это нравится. Это небольшое такое развлечение все-таки, но мы упаковываем контент вот так вот, и наши студенты это оценят. Нейро-иллюстрации мы работаем, конечно, с мирджони и с лексикой в основном, но это заменители фотостоков, которые многие ушли из России, и, собственно, мы можем генерировать там бесконечные иллюстрации для наших учебников, для книг, для истории, для метафорических карт, с которыми играем, для кейсов. И очень дети и взрослые, изучающие, например, иностранные языки, любят упаковывать, вшивать как бы в запрос лексику или материалы занятия. То есть задание наши преподаватели такое дают своим ученикам, создать такой запрос и такую иллюстрацию, которая бы вмещала тот материал, который был изучен на занятии. Дети любят это безумно, вот они учатся общаться с нейросетями и видеть в них не высший разум, а высший, видеть в них помощника прежде всего. Что касается антидотов, мне очень нравится вот эта метафора Дженге, которую я нашла, встретила в книге, прекрасный просто, всем рекомендую, искусственный интеллект в образовании. То есть это вот как игра Дженгу, убираем ненужные кубики, убираем то ненужное, чтобы, ну, собственно, нужное могло говорить. И если уже рассуждать о том, что же должно случиться с образованием, ну, конечно, мы должны учить наших студентов обращаться с нейросетью в своих интересах и думать, собственно, и понимать, что их интеллект способен на очень многое. Конечно же, это обучение промо-инженерингу, ну, в тех размерах, в тех объемах, в которых необходимо это студентам и преподавателям. Рефлексия, проекты в формате Доскрам, которые мы много лет уже успешно реализуем, и там, ну, просто шанса нет искусственного интеллекта никак уж победить человеческие. Фасилитация и обязательно изменение формата итоговых испытаний, точно не текстовый формат, однозначно. И, конечно, оценка переноса знаний уже на практику или там на рабочее твое место, вот оценивание, и прописываем мы буквально карту пути студента, карту опыта нашего студента, соответственно, моменты рефлексии, максимальное количество занятий с непосредственным общением с преподавателем, взаимообучением. Включаем обязательно в этот опыт работу в сообществах образовательных и встраиваем в архитектуру курса работу в образовательных сообществах. Ну, важность сообщества, конечно, сейчас нельзя не упомянуть. Вот эта дорожная карта наших скрам-проектов в таком сжатом виде, мы видим, что студенты участвуют в этой работе, это не просто реферат, они участвуют, начиная с цели полагания, проектирования, маленькие итерации, все, что касается скрама, маленькие итерации, вот это гибкое ведение проекта не дает шанс искусственному интеллекту проработить просто человеку, ну, потому что ты анализируешься, отчитываешься, строишь свою траекторию каждый спринт, то есть каждые 1-2 недели, поэтому здесь это очень, ну, перспективно, я считаю. И это достижение наше, вот мы очень этим гордимся, достижение этого проекта «Доскрам», который мы недавно закончили с третьеклассниками, то, что могло бы стать, опять же, ночным разговором родителей с нейросетью, и выходом был просто реферат о нашем городе, мы провели 5-месячный такой скрам-проект с родителями, с детьми и с учителями, и создали такой прекрасный интерактивный гид «Воронеж глазами детей», дети изучали свою собственную целевую аудиторию, создавали видение нашего города, и экскурсию интерактивную по нашему городу глазами детей, проводили исследования, изучали локации, именно те, которые интересны детям, выбирали, сами снимали видео, сами обучали друг друга это делать, заливали материалы на платформу, мы, конечно, помогали их в этом. И вот если вы сейчас пройдете, ну, наведете камеру на QR-код, вы сможете погулять по нашему городу, увидеть видео наших детей и посмотреть на эту работу. Мне кажется, это самый лучший антидот, но в работе этой они использовали нейросети, но именно для поиска информации, быстрого, эффективного, да, структурированного поиска. Вот, собственно, так мы и работаем. Надеюсь, что, если нас смотрят преподаватели, мы вдохновим свои работы и, конечно, рады будем обратной связи и общению на эту тему. Спасибо. Вопросы? Жанна, добрый день, Арсен Боровинский. Давайте я сейчас сюда встану, чтобы видно было. Ну, у меня вот такой вопрос, смотрите, попытки автоматизированного обучения учеников вообще сталкиваются с тем, что невозможно их активировать. Жанна, такой вопрос, смотрите, попытки полностью автоматизированного учить учеников сталкиваются с тем, что их нельзя мотивировать. То есть обычные программы, обычные курсы без участия учителя или преподавателя, они не мотивируют учащегося учиться, ну или, по крайней мере, большинство не мотивируют. А как вы вообще видите, там, в какой-то перспективе, там, 5, 10, 15 лет, возможно ли такое, что, там, условный нейроучитель все-таки заменит учитель, и он сможет мотивировать учащегося учиться самостоятельно? Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Ответ готов. Даже не раздумываю. Нет, не заменит. Ну, нет у нейросети эмпатии. Нет чувства группы, понимания потребностей студентов. Нет человеческого общения. Нет этих пресловутых ошибок. Нет того человеческого, что не имеет нейросеть. Поэтому педагоги, методисты, гуру своей профессии будут еще больше востребованы. Потому что рано или поздно студенты поймут, что, дойдя до уровня только использования искусственного интеллекта, дальше они в профессии не двинутся. То есть они остановятся. И вот через пару лет востребованы будут те, кто уже инициативу используют, те, кто использовал нейросети как стартовая точка. Ну, я же показываю, да, что наши проекты, они просто информацию ищут, анализом занимаются они самостоятельно. Но я считаю, что преподавателя в непосредственном контакте с учеником нельзя заменить полностью. Может быть, это произойдет в дальнейшем, но я очень сомневаюсь. Мне кажется, что это какие-то утопические абсолютно идеи. Может быть, это от незнания того, на что способна нейросети. Так что мой ответ – нет. Все будет хорошо. Мы будем работать. Хорошо. А ситуация с учителем? Учитель должен использовать это для того, чтобы высвобождать время от рутинной работы на творческие задания. Наши преподаватели, методисты, которые у нас обучаются, у нас просто практику мы по нейросетям. Ну, понимаем, да, в рамках того, что нужно сейчас преподавателю-методисту. Они благодарят нас за то, что у них время освобождается. Не чтобы эти печатать тесты бесконечно или обрабатывать статьи, а для того, чтобы на уроках организовать мастер-майнды, хакатоны вести, проекты интересные, взаимодействие студентов на занятиях, взаимообучение организовать, игры разные. У них высвобождается время. Ну, в общем-то, как когда-то интернет спас нас от какой-то часовой библиотеки бесконечно, как я это делала в студенческие годы. Точно так же и сейчас. Это просто некий этап для нас, чтобы, ну, в общем, избежать открытия бесконечных сайтов, а просто получить информацию конкретную и уже как ювелир, понимаете, вот дорабатывать ее, какую-то огранку делать. Вот в этом наша задача. Хорошо. А можете оценить, примерно, сколько они время экономят, там, 10%, 20%, 30% от того, что раньше тратили на создание ресурсов? Отличный вопрос, потому что экономится иногда до, ну, вот 80% времени. Ну, вы представляете, когда человек пишет, печатает, придумывает. Вот я выступала с мастер-майдом для преподавателей, мне нужно было 20 кейсов людей, страдающих от выгорания разных возрастов, разных там социального статуса. Я потратила 2 секунды, чтобы, ну, напечатать запрос и, собственно, получить от перплексити ответ. И я пошла выступать. Я энергию даже не тратила. Я бы просидела несколько часов, придумывая имена, истории человеческие. Я просто докрутила немножко это все, доработала. Ну, буквально 30 минут у меня времени ушло, но вместо, там, я не знаю, двух часов печатания этого материала. Поэтому колоссальное высвобождение времени. Но не все так безоблачно, безусловно. Не талантливый, не грамотный педагог, возможно, с этой вот сырой, вот этой вот болванкой и пойдет на занятия, понимаете. А там еще работать и работать с этим выданным искусственным интеллектом контентом. Безусловно, он требует обработки. Именно человеческой. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос из онлайна. Здравствуйте. Очень приятно. Да, очень приятно. Еще один вопрос из онлайна, последний. Пожалуйста, подробнее расскажите про искусственный интеллект для рефлексии. А вот как раз-таки рефлексия, это не про искусственный интеллект. А рефлексию мы организуем на занятиях живую, человеческую, в непосредственном синхронном общении с нашими учениками. Мы рефлексируем и в формате игровых мастер-майндов. Ну и различная индивидуальная рефлексия, которую мы организуем нашим студентам. У нас работают команды, да, и преподаватели, и методисты, и наши студенты в УЗИ, дети, они часто работают в команде. Ну, потому что мы фанаты идут скрам, вообще фреймворка. Поэтому они рефлексируют различными методами, анализируют свой путь и пишут пути улучшения ситуации. Мы проводим мастер-майнды в течение месяцев, пока мы не улучшим ситуацию даже с тем, как я учусь. То есть мы рефлексируем даже на ту тему, насколько эффективно я обучаю, в чем мои проблемы. Снимаем сложности. Вот насчет рефлексии, я уже не знаю, как может искусственный интеллект помочь. Это только через общение, взаимодействие, подумать друг об друге. Вот это вот, да, есть такой термин. Вот это только в непосредственном контакте с нашими студентами, в их контакте друг с другом, проговаривании. Так что здесь, в этом наша сила. Жанна, большое спасибо. Благодарю, коллеги. Привет. Ну мы продолжим. Сей душой с вами. Очень хотела быть в плане, получается. Желаю вам прекрасной конференции. Спасибо огромное за возможность выступить, поделиться опытом. Спасибо большое. Аплодисменты в зале. Спасибо, коллеги. Ну, Петербург ждет, так что еще шансы есть. Обещаю, обязательно. Спасибо. Спасибо.